ГИДА МАПАССАН БОЧОНОК Перевод Анны Худадовой Дядя Шикоэ, привильский трактирщик, остановил свою двуколку перед фермой тётушки Маглауэр, кто был рослый сорокалетний здоровяк, краснолицый с брюшком, и слыл он за хитреца. Он привязал к столбу забора и вошёл во двор. Его владение ограничило с усадьбой старухи, и он уже давно зарился на её землю. Раз двадцать пытался он купить участок, но тётушка Маглауэр отказывалась наотрез. «Тут родилась, тут и помру», — говорила она. Он застал её у двери зачисткой картофеля. В 72 года, сухая, морщинистая, сгорбленная, старуха была неутомима, как молодая девушка. Шико дружески похлопал её по спине и уселся рядом на табуретку. «Ну как, матушка, здорова ли вы?» «Да ничего. А вы как кум Проспер. Эх, кабы нервматизм был бы уж совсем хоть куда». «Ну вот и хорошо». Яна замолчала. Шико смотрел, как она работает. Её скрюченные, узловатые, жесткие, как клешни краба, пальцы словно щипцами выхватывали из корзины бурые клубни. Она ловко поворачивала их, срезая длинные полосы кожуры лезвием старого ножа, который держала в другой руке. Чистую желтую картофелину старуха бросала в ведро с водой. Три дерзкие курицы друг за дружкой подбирались к самым её юбкам, хватали очистки и удирали со всех ног, унося добычу в клюве. Шико, казалось, был сам не свой. Его что-то тревожило, смущало, а слова не шли у него с языка. Но вот он решился. Скажите-ка, тётушка Маглавр, чем могу служить? Да я всё насчёт фермы. Продавать не надумали? Уж это нет, не рассчитывайте. Сказано и хватит, не напоминайте об этом. А я знаю, как уладить дельце, чтобы и вам, и мне была выгода. Как же так? А вот как? Ферму вы мне продадите, а она всё же за вами останется. Не вдомёк, послушайте-ка. Старуха перестала чистить овощи. Её живые глаза из-под сморщенных век уставились на трактирщика. Он продолжал. Сейчас объясню. Каждый месяц я даю вам по 150 франков. Понимаете, каждый месяц привожу вам сюда на своей двуколке 30 ЭКЮ по 100 СУ. И всё у вас идёт по-старому, как и есть по-старому. Живёте вы у себя, никакого дела вам до меня нет, и вы мне ничего не должны. Одна у вас забота брать у меня деньги. Ну что, подходит? Шико смотрел весело и благодушно. Старуха же оглядывала его с недоверием, подозревая ловушку. Она спросила. Но мне-то выгодно. А вам какой прок? Вы-то что получите от фермы? Шико отвечал. Но уж об этом не беспокойтесь. Вы останетесь здесь, у себя дома, покуда Господь Бог продлит вам жизнь. Только заготовьте бумажонку у нотариуса, что после вас ферма перейдёт ко мне. Детей у вас нет, одни племянники, да они не в счёт. Ну как, подходит. Своё добро вы сохраняете до самой смерти, а я даю вам каждый месяц тридцати кю по стосу. Прямая для вас выгода. Старуха была в недоумении и тревоге, но соблазну поддалась. Она ответила. Что же, не отказываюсь, да только надо всё это сообразить. Приходите-ка на той недельке, потолкуем. Скажу вам, что надумала. Ишико ушёл довольный. Точно король, завоевавший целую империю. Старуху Маглауэр охватило раздумья. Всю ночь она не сомкнула глаз. Целых четыре дня её мучили всякие сомнения. Она чуяла что-то недоброе. Но мысль о тридцати кю в месяц, о чудесных звонких монетах, которые посыплются к ней в передник, свалятся прямо с неба, не давала ей покоя. И вот она отправилась к нотариусу и рассказала о своём деле. Он посоветовал ей согласиться на предложение Ашико, но требовать пятьдесят кю по сто су вместо тридцати, потому что ферма стоила по крайней мере шестьдесят тысяч франков. «Если вы проживёте ещё лет пятнадцать», – сказал нотариус, – «он и тогда заплатит за неё всего лишь сорок пять тысяч франков». У старухи заколотилось сердце, когда она услышала о пятидесяти кю в месяц. Но держалась она на стороже, опасаясь всяких случайностей, скрытых подвохов, и просидела до самого вечера, задавая вопросы и не решаясь уйти. В конце концов она велела заготовить акт и вернулась домой с таким дурманом в голове, будто выпила кружки четыре молодого сидра. Когда Ашико приехал за ответом, она долго отнекивалась, уверяла, что и не думает продавать землю, а сама до смерти боялась, что он не согласится на пятьдесят монет по стусу. Ашико настаивал, и ей пришлось выставить свои требования. Трактирщик подскочил от досады и отказался. Тут старуха, чтобы убедить его, пустилась в рассуждение о том, долго ли она проживёт. «Уж я наверняка не протяну больше пяти-шести лет. Ведь мне семьдесят третий год пошёл, да и плохая стала. Вот тут как-то вечером совсем было собралось помирать. Так всё нутро и выворачивало. До постели еле добралась». Но Ашико не поддавался. «Будет вам прикидываться. Вы ведь крепки, как дуб, до ста десяти лет дотянете. Меня-то наверняка похороните». Весь день они проспорили. Старуха не уступала, и трактирщику пришлось согласиться на пятьдесят экю. На следующий день они подписали акт, и тётушка Маглаур потребовала десять экю Магарыча. Прошло три года. Фермерша чувствовала себя превосходно. Она нисколько не постарела, и Ашико приходил в отчаяние. Ему казалось, что он целую вечность выплачивает ей ренту, что его обманывают, обкрадывают, разоряют. Время от времени он наезжал к старухе, как в июле ездят в поле, посмотреть, созрел ли хлеб для жатвы. Тётушка Маглаур встречала его с и трясуя во взгляде. Она будто радовалась, что сыграла с ним такую ловкую шутку, и Ашико быстро взбирался на свою двуколку, бормоча сквозь зубы. «Когда ж ты подохнешь, старая Кляча?» Он не знал, как ему быть. Его подмывало задушить её. Он ненавидел старуху дикой, угрюмой ненавистью, ненавистью обворованного крестьянина, и он стал думать, что ему предпринять. Однажды он явился к тётушке Маглаур, потирая руки, как в тот раз, когда предлагал ей сделку. Несколько минут он болтал о том о сём и вдруг спросил. «Скажите-ка, тётушка, почему вы не заходите ко мне в заведение, когда наезжаете в Апривиль? Люди судачат, говорят, будто мы с вами повздорили. Не по душе мне это. Сами знаете, платить вам не придётся, угощу обедом, не поскуплюсь. Будет охота, приходите, не стесняйтесь, уж как обрадуете». Тётушка Маглаур не заставила повторять приглашение, и день спустя, отправившись на рынок в одноколке со своим работником-селестеном, без церемонии поставила лошадь в конюшне трактирщика и потребовала обещанный обед. Шико принял её радушно, как почётную гостью, подал цыплёнка, кровяную ливерную колбасу, жареную баранину и капусту с салом. Но старуха почти не ела. Она с детства привыкла к умеренности и всегда довольствовалась похлёбкой и ломтём хлеба с маслом. Напрасно подчивал её раздосадованный Шико. Она и не пила ничего, даже кофе не захотела. Шико спросил, «Уж рюмочку-то вы выпейте?» «Но, разумеется, не откажусь». Он крикнул на весь трактир. «Розали, принеси-ка виноградной, да покрепче, самое что ни на есть крепкой». И служанка принесла узкую бутылку, украшенную бумажным виноградным листом. Шико наполнил две рюмки. «А ну-ка отведайте, право, знатное». Старуха стала пить не спеша маленькими глоточками, чтобы продлить удовольствие. Она осушила рюмку, слезнула языком капли и объявила. «Да, хороша». Не успела тётушка Маглаурда говорить, как Шико налил ей ещё. Отказываться было поздно, и она смаковала вторую рюмку так же долго, как и первую. Трактирщик уговаривал её выпить и по третьей, но она воспротивилась. Он настаивал. «Да ведь это же просто молоко. Я выпиваю по 10-12 рюмок, и хоть бы что. Прям незаметно проходит, ни в желудке, ни в голове не остаётся. Можно сказать, тает во рту. Ничего нет лучше для здоровья». Старухе очень хотелось выпить, и она уступила, но пол рюмки оставила. Тут Шико в порыве великодушия воскликнул. «Вот что. Раз вам вино по вкусу, я и бочонка не пожалею. Сами увидите, какой я вам друг». Старуха не отказалась и ушла под хмельком. На следующий день трактирщик въехал в двор тётушки Маглаур и вытащил из двуколки бочонок, окованный железом. Шико заставил старуху попробовать содержимое, убедиться, что виноградное то же самое, и когда они выпили по три рюмки, он ушёл со словами. «И знаете, опустеет бочонок, привезу ещё, так что не стесняйтесь, я не поскуплюсь. Чем быстрее выпейте, тем мне приятнее будет». И влез на свою двуколку. Возвратился, он четыре дня спустя. Старуха около двери нарезала хлеб к обеду. Шико подошёл, поздоровался, наклонился к самому лицу тётушки Маглаур, чтобы уловить её дыхание. От неё пахло спиртным. Он просиял и спросил, «Не угостите ли меня рюмочкой?» И они раза два-три чокнулись. Вскоре разнёсся слух, что тётушка Маглаур напивается в одиночку. Её подбирали то на кухне, то на дворе, то на окрестных дорогах и приносили домой мертвецки пьяную. Шико на ферму больше не ездил, и когда ему говорили о старухе, он бормотал с огорчённым видом. «Ведь вот несчастье. В её-то годы завести такую привычку. Известное дело, к старости силы уже не те. Как бы ни случилось, какой беды». И действительно, с нею случилась беда. В ту же зиму перед самым Рождеством пьяная старуха упала прямо в снег и умерла. И Кумшико, унаследовавший её ферму, заявил, «Вот дурёха. Каба она не запила, протянула бы ещё лет десять».